Сегодня мы с вами поговорим о сетапе, который полностью перевернет ваш взгляд в трейдинге. Разберем все его правила, а также посмотрим, как он отрабатывает на графике и где конкретно нужно его искать. Что он сказал? Для того, чтобы понимать, где находить сетап, вам необходимо изучить структуру и зоны интереса. Сейчас же мы этих тем касаться не будем, сразу же будем разговаривать про сетап. Итак, у нас с вами есть зона интереса на 15-минутном графике. То есть я обычно анализирую график на 15-минутах и перехожу для точки входа на минутный таймфрейм. Итак, предположим, что вот это есть зона у нас интереса на 15-минутах, например, IDMOB. Что делать, когда к нему подходит цена? На самом деле сетап очень прост, и в нем нужно выполнять просто определенное правило. Когда цена подходит к нашей зоне интереса, при откате от этой зоны интереса у нас первый правильный откат, то есть в обычном правиле мы будем называть это IDMOB, но при перемещении на младший таймфрейм, то есть вот это зона интереса 15-минутного таймфрейма, вот это график на минутке, при перемещении на минутном таймфрейме мы с вами будем называть это чоч. На самом деле, если хотите, называйте это IDMOB, но сетап так и называется – вход через чоч. То есть о чем это говорит? На самом деле, если вы смотрели видео про внутреннюю структуру, то вы должны понимать, что когда цена начинает идти уже в нашу предполагаемую сторону, структура будет начинаться рисоваться от хай. Технически, технически, меня будет интересовать просто вот этот хай, и от него я буду находить IDMOB. Да, соответственно, вот это вот будет чок. Но чок дает дополнительную уверенность в нашем сетапе. Очень часто вы будете видеть что-то наподобие вот такого вот формата движения, и такого формата движения, когда мы не перебивали чок, будут отрабатывать намного хуже. Поэтому возвращаемся к сетапу. Первое, что нужно увидеть на графике, это непосредственно чок. Дальше у нас с вами идет движение, и очень-очень важным моментом будет являться снятие стимула. То есть наш стимул – это будет IDMO. Почему нужно дождаться снятия стимула? Все просто, потому что обычно это и есть ловушка. Очень часто люди входят на откате, на ближайшем откате, ставят куда-нибудь свой стоп, да, то есть, допустим, что-нибудь в таком формате. Вот здесь у нас рисуется хороший, красивый ордер-блок. Я уверен, куча раз такое видели. Позиция открывается лимиткой до этого блока, небольшой откат, и даже если вы сделаете там немножко выше, очень часто это она берет и закрывает вас по стопу, после чего валится вниз. Именно поэтому в данном сетапе вам нужен не только чок, но и снятие IDM. Что делать дальше? После того, как вы находите IDM, ваша задача – разрисовать зоны интереса на минутном тайп-фрейме. Это будет у нас IDM, это будет у нас IDM-УБМ и экстремальный блок. Соответственно, дождаться в каждую зону и посмотреть за реакцией. То есть технически, когда цена возвращается в нашу зону, открывается позиция лимитным ордером от блока. Стоп за хай – это будет агрессивная позиция. То есть, когда цена возвращается, стоп за хай, либо совсем там несколько пунктов выше, пипсов выше, либо консервативная позиция, когда мы двигаем стоп сюда. Также, если вдруг мы получаем внизу стоп, на самом деле вот здесь можно получить стоп, мы с вами выставляем второй ордер, и позиция будет выглядеть так. На самом деле, в хорошем движении, в моменте, если отрабатывает позиция, вы получаете там 10, 15, 20 R. Сейчас на примере это увидим. Также есть еще один способ со стопом. Он, конечно, менее-менее прибыльный, потому что на самом деле, даже вот здесь, если посмотреть на локальном придуманном движении, это 10 R. Но если я поставлю стоп за зону интереса старшего тайп-фрейма, получу всего лишь 4. Не очень. По этой причине технический сетап будет выглядеть либо вот от этой зоны, либо вход от этой зоны с установкой более далекого тейка. Также у вас будет на графике происходить следующего формата движения. То есть вы движетесь вниз, и у вас начинается вот такого вот формата снижения. Что делать в этой зоне, и как увеличить еще свою прибыль? Все просто. На самом деле, в каждом движении мы с вами должны найти зону интереса, и при последующем возврате к этим зонам интереса можно также открывать шортовую позицию. Ну, в данном случае шортовую. Соответственно, ваше движение будет выглядеть вот таким образом. И по факту, если вы открываете позицию в данной области, take у вас будет, ну, допустим, на уровне, я не знаю, давайте 1 к 10. На самом деле, ну, сейчас на графике мы это все увидим более подробно от работы. Дальше у вас происходит следующий формат. Это называется добавление к позиции. То есть технически вы вошли один раз в позицию, потом при похожем сетапе входите еще, еще, еще. И так, лесенка, и вы в моменте из позиции, которая первоначально должна была сделать 10R, получается 30, ну, может быть, немножко меньше R. Да, потому что еще вот здесь точно так же мы можем открыть позицию. Да, здесь, конечно, RR получится не очень, но какой есть. И по итогу, когда цена приходит к нашей цене, мы получаем с вами 24R. Если посмотреть данный сетап непосредственно в восходящем движении, то у нас происходит следующее. Когда цена приходит к зоне интереса на старшем таймфрейме, да, то есть, например, 15-минутный таймфрейм старше, младший – минутный. Мы должны будем дождаться чок, и после пробоя чока на ретесте нашего IDM, да, то есть цена обязательно должна забрать IDM. Это очень важная задача. Когда цена пробивает IDM на ближайшем блоке, если их несколько, то на нескольких блоках, мы будем ждать реакцию цены. Важно отмечать именно правильные блоки, либо правильная зона интереса. Сейчас на графике мы посмотрим, как это выглядит. И отсюда мы будем открывать лонговую позицию. Ничего суперсложного в этом сетапе нет. На самом деле, после небольшой практики, вы поймете, что довольно все, просто довольно все понятно. И вот так вот будет выглядеть наша позиция. А сейчас давайте посмотрим, как это отрабатывает на обычном графике. Это у нас с вами австралийский доллар. У нас идет восходящее движение. Мы разрисовали зоны интереса. У нас с вами есть IDM, у нас с вами есть IDMUB, у нас с вами есть экстремальная ликвидность и экстремальный ордер блок. Внизу все является митигированным, вот этой зоне. И мы видим с вами, как цена подходит непосредственно к нашей зоне интереса, экстремальный ордер блок. Дальше нам нужно перейти на минутный таймфрейм, то есть вот эта зона является HTF старшего таймфрейма, то есть 15 минутного. Мы с вами перешли на минутный таймфрейм, мы должны с вами найти чок. Это у нас с вами будет чок на одной минуте, и ждем, ничего не делаем, пока цена не пробьет чок. Итак, цена коснулась нашего чока, теперь наша задача найти IDM. Мы отмечаем IDM. Также можно отметить зону интереса. Давайте отметим технически вот здесь вот у меня хай 352, лой 352, соответственно, этот блок у нас является митигированным, мы его не принимаем во внимание. Однако с учетом внутренних баров мы можем отметить вот этот замечательный блок. Смотрим, что будет дальше. Цена поднимается еще выше, наш IDM переезжает выше. Можем ли мы еще найти один ордер блок? На данном моменте нет, на данном моменте ничего найти нельзя. IDM поднимается снова выше. Мы с вами видим еще один ордер блок, и технически мы можем с вами сейчас выставить несколько ордеров. Первый лимитный ордер ставится у нас сюда, можно немножко, давайте немножко ниже вот этого блока, и второй лимитный ордер у нас поставится вот сюда, от нашего блока до, ну давайте до лоя, да, то есть одинаковые позиции сделаем и туда, и туда. Тейк. Куда мы с вами поставим тейк? Для того, чтобы нам с вами сейчас поставить тейк, нам нужно следующее. Посмотреть, где у нас локальный хай. На самом деле локальный хай у нас на Нью-Йорке, поэтому тейк мы тянем к нашему хайу, да, то есть от экстремальной зоны цена должна подняться вверх и забрать все наше это движение, да, то есть текущее. Потому что если мы сейчас пробиваем эту зону, технически мы валимся на дно. Поэтому, по факту, это у нас один из последних шансов, когда мы можем получить эту позицию. И что у меня получается? По первой позиции у меня получается 24R, точнее по второй, по первой 32R. Смотрим, как будет отрабатывать наша цена. Мы уже забрали IDM, но пока ждем. Лимитки пока оставлены. Так, мы получаем стоп по первой позиции, она забирает во вторую позицию, и цена дает резкое движение выше. Ускоряем график. На самом деле, если вы смотрели видео про скоб, точно так же вы могли и от нашего скоба получить позицию. Для того, чтобы получить точку входа от скоба, мы выбираем нашу черную свечу, которая сняла ликвидность с предыдущих, зеленая свеча, ее пересвип. Мы с вами выделяем первый правильный ордер-блок в этой зоне, и точно так же можем выставить стоп-приказ. Стоп-приказ ставится сюда. Стоп за блок, ну, можно чуть-чуть ниже, и тейк, тейк у нас точно так же. То есть по факту мы с вами сейчас делаем что-то в формате лесенки. Еще 10R, почему бы и нет. Да, то есть цена нас забирает в этой области, и мы летим с вами выше, выше, выше. Итак, давайте увеличим это на 15-минутном графике, и мы с вами видим, что в течение движения, да, то есть мы понимаем, что еще в этой области можно было добавиться. И мы понимаем, что мы забираем здесь 10 и здесь 25R. То есть по факту один стоп, 35R и очень крутая позиция. Ну, а теперь давайте посмотрим, как отрабатывает этот сетап на настоящем графике, а не тот пример, который я искал очень-очень долго. Мы с вами открываем пару евро-доллар. 8 марта это как раз разворот нашего рынка. Мы приходим в IDM UB, и у нас, естественно, по правилу должно быть сразу же на первой реакции, мы должны найти непосредственно наш чоч. По факту здесь у меня чоч, он переезжает, переезжает, переезжает. И когда мы уже пробили наш блок, на самом деле вы очень часто будете видеть, что цена уже пробивает наш блок. То есть если она не забирала этот блок, она очень часто его будет пробивать и идти дальше. Последняя свеча не будет у нас IDM, поэтому она не будет чоч. В данном случае точно та же история. Есть пересвип, этого предостаточно для того, чтобы отрабатывать текущий сетап. Дальше мы с вами движемся вверх. У нас с вами есть IDM. IDM вот здесь вот, он пробивается. И от IDM мы должны поставить непосредственно наши точки входа. Локально у меня есть точка входа здесь, и вторая точка входа у меня будет здесь. Конечно, это очень красиво, это очень замечательно. В данном случае, например, вот отсюда, вот отсюда у меня будет непосредственно стоять позиция до 29R. Вообще вау, круто. Но что мы видим? Мы видим, что цена полностью забирает нас по стопу. Дальше, конечно, вы можете возразить, слушай, ну давай я буду ходить там по-другой, немножко дальше, немножко выше. Но по факту здесь происходит похожая история. Мы с вами пробиваемся, мы скорее всего забираем вас по стопу. Да, то есть видите манипуляции, и вас забирает по стопу. И вы счастливы и довольны, бросаете все это дело. И если вы пройдете по графику, вы увидите, что подобный сетап непосредственно работает подобным образом. Ничего нового, ничего такого прям сверхъестественного я вам не рассказал. Единственное, сейчас мы должны вернуться к тому, а как в данном случае подобный сетап использовать. Как используют данные сетапы в своей стратегии я? Я понимаю, что это стоп, который скорее всего заберет рынок. То есть это является стопом других участников рынка. Для этого мне нужно найти IDM, разрисовать зону интереса и поймать точку входа в шорт. То есть моя позиция в данном случае будет выглядеть следующим образом. У меня есть IDM, у меня есть блок, у меня есть точка входа, от которой я лечу вниз. Да, конечно, здесь нет 50R, как рисуют в интернете, но 7R это тоже круто. А здесь будет стоп. Для того, чтобы данного стопа не было, вам нужно попытаться найти на графике подобные ситуации, разобраться, как они по-настоящему работают и что нужно сделать, чтобы здесь не ловить этот стоп. А на этом у меня все. Пока.